Да уж, настало время цветка фоточек в инстаграме и сравнение этих двух прекрасных смартфонов от Apple. Одному уже почти 4 года, а тому, который Special Edition, всего год. В 2017 году телефоны современности уже не таких скромных размеров, и только у Apple есть диагональ 4 дюйма, который многие андроидоводы считают ущербным размером, годным только для... ничего! Но мировая практика желания определенных людей использовать смартфон именно такого размера неуклонно растет. Вы не поверите, но людям очень нравится форм-фактор этих двух устройств. Для вашего сведения, хотя эксперты по ту сторону экрана и так обладают энциклопедическими знаниями, сейчас эти смартфоны стоят на том же Али дешевле, чем какой-нибудь топовый Fly в Евросети. Итак, сегодня я попытаюсь выяснить, есть ли отличия между этими, казалось бы, похожими устройствами. Ну что, погнали наших городских по просторам любительских обзоров на ютубчике! Начать, наверное, стоит с корпуса. И да, на обоих устройствах одинаковый. Один в один. Может, весь секрет выпуска iPhone SE стало чрезмерное количество готовых корпусов для некогда популярного старичка iPhone 5s? Интересная гипотеза. Проверять я её, конечно же, не буду. В общем и целом, корпуса и расцветка одинаковые. Ну почти. На SE есть Росгол. Тут каждый участник получает по одному гаджет-очку. Экран. Наверное, вы думаете, что они разные по качеству и по исполнению. Но нет. Тут компания Apple подложила первый свой камушек за пазуху, но обо всём по порядку. Экраны одинаковые. Всем по очкам. Точнее, по очку. Чё-то я совсем по-зашкварному сказал. Короче, ещё по одной единичке в стан обоих представителей. Да, камеры на iPhone почему-то всегда получаются отменными. Но всегда есть фронталка от Apple, и она попоболь, если не сказать страдания all-inclusive. Нет, конечно же, она не такая, как на китайцах третьего сорта, и на неё даже можно пильнуть годное селфи. Но она всего... Даже не буду говорить. Стыдно, Apple, стыдно. Отличие наступает в основной камере, потому что на SE она точно такая же, как на iPhone 6s. На 12 мегапикселей и снимает как боженька. Для понимания, iPhone 5s умеет тоже хорошо, со своими 8 мегапикселями. Но SE на голову выше, в умелых руках. И да, это не про меня. Примеры прямо сейчас радуют ваш взор. Понимаете, конечно же, что плюс один к SE. Под капотом тоже значительная разница. И опять на SE процессор, как у упомянутого iPhone 6s. Справляется такая связка вместе с сопроцессором со всеми задачами на все 100. Тем более экран тут всего 4 дюйма, и мощи хватает с головой. Багов, глюков практически не увидите на старичке 5s. Но всё-таки приятно осознавать, что с запасом на будущее, тем более на будущую iOS, которая, наверное, уже не будет поддерживаться на iPhone 5s. Сложно тут адекватно объяснить вам, что баллы уходят обоим представителям нашего сравнения. Но вы поймите одно. Да, если вы игрок, то вам лучше SE. Если вы, как и 70% пользователей, только соцсети и интернет, вы не найдёте разницы, а в деньгах примерно до 50%. Аккумулятор плюс-минус одинаковый. Только на новом смартфоне из-за оптимизации и нового процессора он будет держать чуточку лучше. И что же делать, если одинаковые комплектующие, а балл надо кому-то отдать? А пофиг. В этом случае никому. Цена образования самая заключительная и, наверное, решающая для многих значения. Мы с вами шопоголики, хотим купить за границей и, может быть, даже на Али. Поэтому цены будут оттуда. Если у вас, как и у меня, нет денег на покупки на Алиэкспрессе, можно воспользоваться какой-нибудь банковской картой. Примеры я оставлю в описании. Сам пользуюсь картой Халва. iPhone 5s в самой минимальной комплектации стоит 9450 рублей и плюс 3 гаджет очка. Соперник в виде современного iPhone SE с 16 гигабайтами на борту, 15750 и плюс 4 карме устройства. В абсолютных цифрах, если сравнивать лоб в лоб, SE дороже на 50%. И по моему скромному подсчёту всего на один пункт лучше своего соперника. А что думаете вы? Напишите в комментариях. За время написания данного сравнения я полностью поменял своего фаворита. Ведь вначале я думал, зачем нужен SE, если он дороже и почти такой же. Но с каждой написанной буквой и каждым снятым кадром про эти легендарные телефоны я понял, что рекомендовать к покупке надо именно SE, в том случае, если вас мучают муки выбора. Что конкретно купить вам, решаете только вы. Давайте так. Если вы за SE, то ставьте лайк. Если вы топите за iPhone 5s и думаете, что переплачивать не стоит, то бомбите дизлайк. Всё равно, для вашего удобства в описании представлены все варианты. Посмотрите, почитайте и смело покупайте. Вам огромное спасибо за просмотр. Вы мои супергерои, если досмотрели до этого момента. Впереди нас ждут iPhone 6 или 6s и многое другое. Если не хотите пропустить, то нажимайте подписку и колокольчик. Совсем скоро увидимся. Не забывайте посмотреть другие мои видосики. Все ссылочки на мои соцсети есть в описании. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»